Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот. Это Atila Total War. Легендарный уровень сложности. Большая компания за данных. Это будет непростая компания, как обычно, как у меня всегда. Следующие вызовы. И проходить компанию я буду в полстэка. Спасибо Полине Аргуновой и Aidenprog за подобную идею к прохождению. И также еще у меня будет идея, которую Centric RX озвучил. В том или ином виде я ее обдумал и решил, что буду проходить следующим образом. Расскажу, когда окажемся уже на карте. Поехали. Итак, что же Centric RX мне предложил? Ну, идея была такая, что ему понравилось, как за Танухидов я рубился с грифманварами. Этими, хотел сказать, персидскими. Ну, как их звать от этих вот бомжей? В Саристане, которые. Сосаниды, во. Короче, с грифманварами сосанидскими я, как я гасился за Танухидов, типа они развились очень так неплохо. А как я за Восточной Римской империей их убил, или как я их убил за Аксум, они даже вообще ничего не успели развиться. Там бегали только этими бомжами с матрасами, там, армянскими копейщиками. И все, больше ничего не могли сделать. Ну вот. Посему он говорит, типа, может ты там типа разовьешься где-то, а потом придешь и зарубишься как следует. Ну, тут уж не только от меня все это зависит, но идея моего прохождения будет, помимо того, что это будет прохождение в полстека без поражений, на легенде заданов, это будет еще идея, что я должен обязательно захватить Италию, должен обязательно захватить Фракию, и должен обязательно захватить Ассаристан. У меня по условиям Малой Победы нужно захватить 30 поселений, включая Сканзу. Ну, Сканзу это мои вот эти вот скандинавские земли, а все остальное, что душа пожелает. Так вот, у меня душа желает Италию, Фракию и Ассаристан. Но этого тоже будет мало. Можно до кучи еще забрать все острова, там, Африку и Египет. Но это уже как пойдет. Ну вот, а то, что у меня отражено в названии кролику, то будет захвачено в обязательном порядке. Если, конечно, я не сольюсь. Итак, первым делом я, конечно же, привожу в состояние надлежащей свою армию. У меня должно быть только 10 отрядов. И вторым делом я иду сразу смотреть, что мне досталось. Что он нам в Великий Рандом положил? Он положил религиозное влияние и общественный порядок. Ладно, Жинки. Обаятельный грызет щит, но это, по-моему, не меняется у нашего товарища Данура. Что там, сыночки? Сыночки, сыночки. Лотар, заносчивый в немилости. По-моему, у него тоже всегда так. Здесь ВВ дух плюс 3 при атаке. Ладно. Хумбли скромный и решительный. По-моему, у него тоже всегда так. О, мастер планирования. Вот это вот отлично. Вот это вот хорошо. Брюния у меня мечница. Ничего си. Атака ближнего боя или отряда полководца. Вот это прикольненько. Мне не очень нравится то, что Рагнору 39 и Ингемору 36. Рагнор у нас, как всегда, морской волк и грабитель. Это всегда, когда вы начинаете за Данов. У него всегда такие показатели. Их, кстати, можно, этих ребят, сразу пхать на дружинников. Пускай влияние свое немножко потратят. Здесь умный. Да, вот этого товарища можно сразу же пхать на должность губернатора. Ингемора Сканзу. И ставлю я сразу же переселение, которое даст мне, самое главное, даже не рост, потому что тут расти некуда особо, а стоимость строительства. И здесь я на следующий ход начну строительство, строить я буду колодец, который даст мне санитарию. У меня санитарии, видите, ноль, а мне нужна еда. Еда от рыбацких причалов здесь только возможно, если, конечно, я не поставлю здесь поля. Но тогда у меня все, развитие остановится. Рыбацкие причалы. Загрязнение плюс два. Это я нивелирую колодцем. И потом мне нужно будет, после того, как я получу пищу, ставить селение второго уровня, ну, короче, развиваться. Здесь я буду ставить кузницу, естественно, вот эту. Но для этого мне нужно уманизированное сообщество, которое я сразу же ставлю исследовать. Плюс это даст мне еще какие-никакие бонусы по содержанию войск. Черные паруса немножко подстрою. У меня война идет вот с этими ребятами. У Арины, да? Да. И с руками. Они вот здесь. С бургундами, как ни странно, нет. Как я умудрился? Ну, наверное, грабил их. Скорее всего. Налеты блокада англов. Господи, что тут вообще? Короче, дали мне тоже политыцкую обстановку. Хорошо, давай посмотрим тогда, могу ли я со своими соседями договориться о чем-нибудь. Вообще ничего не хотят. Ты, может быть, хочешь, товарищ, объявить войну ругом? Нет, аварином? Низкие. А товарищи Юты? О, Западно-Римская империя, ну-ка. Нет? А если ты, я тебе, это, ты мне денег дашь? За то, что я войну объявлю Западно-Римской империи. Ну, вот хотя бы 700 монет. Дает. Торговое соглашение и 200. Не, ну, это, это да, это, конечно, спасибо. Но все-таки. Так сказать, если вернуться к тому, что я, о чем я говорил. Что, у тебя денег больше нет? Блин, вот ты якорь. Хорошо, отдачный союз, смотрим. Фертильная. О, хочу такую. Для лотера. О, отлично. 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 Сразу же фертильную моему наследнику сразу дали фертильную жинку, которая ему нарожает детишечек. Это же вообще то, что надо. А Хумбли у нас хитрющий. Ему бы еще хитрющую какую-нибудь жену. Было бы почти круто. Так. Что там, дипломатия? Товарищи геты. У вас-то что? Чистолюбивая. Ну, это стой какой-то. Нет любовь меня, они мешают твоей карьере и зависти. Что ты? Низкий. Иди в задницу. Короче говоря, гетов я, походу, выносить буду. А вот эту вот тетку мою брюню можно будет отдать замуж за кого-нибудь. Единственное, что у нее влияние ни хрена. Ей 20 лет. Она, короче... У нее 10 влияния. А чтобы... Чтобы, так сказать, охомутать кого-то, 30 влияния надо. То есть 20 влияния. Это получается... Она лично... А, на личное влияние 2 за ход. Так она быстро выйдет замуж. Ей получается 10 ходов всего. А 10 ходов это, извините... Это чуть больше 2 лет. Так что... Так что нормально. И будет всего-то 22-23. Как раз. Единственное, что, блин, старики тут одни. 39 лет, 36 лет. А ты вот кто? Купец. А ты кто? Прославленный всадник. Блин. Ну ладно. Ладно. Ну все, наверное, на этом. Собственно. Что я еще могу сделать? То, с кем воюет, давай. Руги воюют с Танами. Да ты что, серьезно? Это со мной. Саксы воюют с Западноимской империей. Денег дашь? Нет, не даст. А кто? Еще? Бургунды воюют с Варинами, но торгуют с Ругами. Черт. Их нету даже. И больше никто ни с кем не воюет, что ли? Ну вот я вижу Саксы. Юты воюют в Западноимской империи. Как же ты так... Ладно, давай мы с тобой поговорим на следующий ход, короче говоря. Поехали. Рагнар что-то забуксовал, ну и отлично. Ну и Ингемар нормальная должность получена. Ставлю я на строительство колодец и рыбаские причалы сразу же. Да. Денег я сэкономил за счет Эдикта здесь. Я сразу же атакую. Они все спустились на море какого-то черта, но они всегда так делают. Я не знаю почему. Обморозки. Бей. Нападаю на Ригген. Блокада. Сразу здесь возьму еще один кораблик, я имею право. Вот у меня 10. Отлично. А вот этих ребят спускаю на море и подвожу в зону действия. Черня паруса проводит атаку, можно даже авторасчет нажать. Но я думаю, что лучше я сам это все сделать сделаю. Так сказать, у меня будет контроль потерь. Не то чтобы их будет намного меньше. Но зато я отдам жертву тех, кого я хочу отдать жертву. Меня троллит игра. Она вообще любит мне вот эти вот туманы все давать. Это просто капец какой-то. Так. Откуда мои придут? Вот отсюда. Ну понятно. То есть, короче говоря, мы все с одной стороны идем, естественно. То есть, скорее всего, кораблики появятся у них здесь и поплывут туда. Поэтому я... Как-то так это буду дело оформлять. Один кораблик я здесь поставлю. Вот. Тихо-тихо-тихо. А, этих я уже оформил. Ну все. Короче говоря, сражение. Вы перегородите мне путь. Ты здесь поймаешь кого-нибудь потом. Самого зазевавшегося, так сказать. Вы, ребятки, вот сюда плывете. А ты вот сюда. Зачем он здесь? Он будет лучников ловить. Потому что лучники больно... Бьют по моим лучникам. А мне это не надо. Давай немножко. Они превосходят нас числом. Да-да. Единственное, что вот попадать под вот этих вот тоже не надо. А, ну ты не попадешь. Стой здесь. Наемные норвежские эти лучники лучше, чем мои. Блин, у них больше боеприпасов намного. Так. Вон там лучник плывет, зараза. Блин, как он далеко. Вот этого я не достану просто. Напросто. Давай-ка заднего выцеплять. Вы, кстати, можете стрелять. Если что. Стреляйте, суки. О. Враг на подходе. Бычники очень жестко, конечно, стреляют, но... Я надеюсь, что... Оно того стоит. Так, загорелся. Отлично. О, полководец. Стреляй полководца. А вот этих мы зацепим лучше. Стреляй полководцу. А, черт, убежал. Ладно. У. У-у-у-у. Поплывайте сюда. Огненные снаряды. Я надеюсь, ты справишься с лучником, правда? Давай-ка, вот этого товарища. Накрой, пожалуйста. Где еще один лучник? Алло. Где что, особое приглашение? Полководца подожди, не? По-моему, подожди, а почему не сказали, что он вздох? Странно. Давай-ка, полкан. Во. Видимо, он тонул в этот момент, как раз. Так, ну, короче, лучника-то я спалил, но там напал... Напал на меня отряд гарнизонного флота. Сейчас мы всех перерубим там быстро. У лучников все будет хорошо. Этих поджег. Давай-ка вот этих. А куда ты собрался, извините? Да, здесь жопа какая-то. У них вообще какие-то злые моряки. Давай-ка, вот этих ребят. Эти надо морячков, наверное, сейчас поджечь. Хотя чуть-чуть с нами. А, во-во-во-во. Вот, цель. Ты идешь на съедение, ты мне вообще не нужен, я тебя не люблю. Я себе потом еще лучников сделаю. Поджег, отлично. Иди встречай тогда. Ну, один ушел, да? Мне самое главное, лучников сохранить. А вся пихтура меня мало интересует. Отряд бежит от врага! Ой, мать. Уворачивайся. Сука, шухер. Шухер. Поджигайте, поджигайте, утварь. Не надо как-то ближе, небось не выступать. Ну-ка, его нафиг. Так, вы, ребятки, наверное, знаете что? Сейчас вас хватит. Отплывайте отсюда. Блин, и убили-то всего четырех человек, обалдеть. Какой-то, блин, бессмертный. Посмотри, сколько по нему стреляют. Наконец-то. Уходи, уходи, я тут летучий голландец сейчас. Даже будучи сгоревшим, на бордаж тебя возьмет. Нам больше нечем стрелять! Да, все нормально, уже не надо никуда стрелять. Сейчас мы уже подплывем к берегу. И уже там разберемся. Так, ну, момент подплыва, так сказать, к берегу я вырежу. По пути я пополню боезапас. Всех своих вот этих вот ребяток. Вот тоже поближе, у всех отправлю. В общем, короче, встретимся уже, когда подрем. Так, начинается высадка. Лучники на позиции. И оконечников веду в кусты. А вот они. Так, ну, в смысле, мои конячники. Надо разведать, где там враги-то вообще. Что они там себе думают. В конце концов. Я тут уже готов их отстреливать, но они еще не идут. Ага, вон. Вижу. Так, давай-ка нормальную скорость включу. Как-нибудь, наверное, все-таки вот так. Короче говоря, когда подойду поближе, там уже разберемся. Я их спровоцирую, скорее всего, кониной на себя. Давай-ка, подрежу еще. Так, вроде все готовы. Я даже корабли немножко подвинул. Пойдем теперь. Потролим их. Тут вышка, блин, конечно. Эй, вы. Я вашу трубу шатал. Давайте сюда. Прямо ки идут. Так, кони очень быстро поскакали. Давайте сюда. Вот это конина, блин, может заметить, да? Меня. У них нету этих... пиломов. Никаких дротиков. Какая дрянь. Ну, не получает. Жажду боя, блин. Ничего не жажду боя. Я же пока отца у них убил, не? Ага, пошли. Чуть-чуть-чуть стучат, стучат копыта, блин. Не стрелять. Тихо-тихо-тихо-тихо. Перехвати, перехвати. Ага, что не успеешь? Не то, чтобы это было важно, но просто опыт. Да ты че, угораешь, сука? Так, ок. Продолжаем разговор. Канину прячу. И гучники-то у них есть. И стрелки-то у них есть. Давай-ка я включу один отряд. На свистящий выстрел, по идее, должны уже бежать будут сейчас. Стрелков сейчас с шугаром. Они не должны стрелять. Я сказал, они должны стрелять. Стрелять тут только я должен. Лучники уже хорошо убежали. Ладно. Отойдем. Шо за нагресток. Я же поколол, куда стрелять. А то мы все равно стреляют, куда им надо было. Где-то здесь этот бегает. И отлично, вы бьете никого из своих. Стрелков. Стрелков. Боевые припасы подружены. Мы снова можем стрелять. Ха-ха-ха. Нет. Ходите. Что, все, что ли? Ну, походу. Да. Я догоню их чисто для опыта Канины. Встретимся на глобальном. Так, хорошо. Конечно же, все умерли. Я потерял один отряд шнеки. Пофиг. Я как раз вместо него наимолучше лучников. Не то, чтобы их было много. Разорить. Я не собираюсь ее захватывать. Мне не нужно это поселение. Рядом там еще враги есть. Поэтому для начала нафиг все это. Так, что у него? Хитрость есть. Круто. Я сначала свою хитрость прокачаю. А потом на следующий ход будет совсем он хитрый-хитрый. Тихо, ребят. Я объединяю. Пару раз разорю. Сколько там у меня? Нормально. Еще раза два можно. Разорить, получить сплощенности побольше. По запасу. До свидоса. Товарищи угли. Кстати, предлагайте, как переименовать. Какое-то вообще непонятное название. Какое-нибудь такое викингское прям название, чтобы было. Ух ты, нифига себе. Секунду. Кто-то пришел, блин, с работы и решил посверлить. Отличный план вообще. Хорошо. Так. У меня еще 4-5 ходов до моей важной постройки. Я до этого нападать никуда не собираюсь такими бомжами. Буду просто сидеть и смотреть, как у меня брюни набирают опыт. Смотри-ка. Точнее, влияние уже два у нее. Прекрасненько. Хумбли быжень. Да что ж такое. Как у меня вообще тела тут идут? Рагнар. Дружинники. Немар дружинник. Лотара можно на дружинника уже ставить. В принципе, у него жена есть. Че? Нормально. Хумли. У него есть еще возможность получить жену, на самом деле, на халяву. Если геты, конечно. Че вы выпендриваетесь-то? Нейтральные отношения. И мне нравится война с державой Руги. И мне нравится военные действия против Варинов. И мне нравится война с державой Варины. Почему? Вступить в войну с Варинами. Не? Какая-то странная фигня. То есть, соответственно, я никаким образом, видимо, брачный союз, вот с эффекту я не получу. Не видать ее мне, как своих ушей. Вот так вот. Поэтому, блин, наверное, не надо отходить далеко от хафна. А то кто-нибудь налетит. Стоит ли мне сейчас... Так, кто там у нас? Юты. Юты вообще довольны-довольны. Но я вам свою бремену не отдам. Идите нафиг. Мне самому нравится. Оговор не нападение давай. О, отлично. По крайней мере, отсюда я не собираюсь люлей получать. У них тут уже... Ха, 15 люлей. У меня пи... И больше не могу. Поехали дальше. Ну, кстати, слушай, 1400 на дороге не валяется. Давай заключим мирный договор. Я вообще не против. А куда ты поплыл? Я думал, он сейчас пойдет поселение свое восстанавливать. А он просто взял поплыл куда-то. Ради бога. Должность лотар получена. Отличненько. У меня еще одна вакантная должность. Ее может занять хумли. Но, блин, походу, я не получу, зараза. Походу, я не получу эту герку. Не так там мне ее. Даже если я ему все деньги отдам, блин. О, нифига. Серьезно? Стоит она того, интересно. Низкий. Умеренный. 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 Улучшается отношение. Нет, если только все деньги вообще отдать. Ну, что-то мне не хочется все деньги отдавать. Три хода у меня рыбацкие причалы. Четыре хода селения. Давай лучшее селение поставлю. Вот, две триста есть. Предел, да? И ты тоже иди сюда. Нужна мне эта шнека нафиг. Она мне не нужна. Вот так. Черные паруса будут полосатыми. Кого я вообще нанимать могу? По-мжей. Ближний бой 5. О чем это вообще? Чего, караете, что ли? Вот мне нужно. Военизированное общество. Скамо-викинги или кто? Так, вопрос к гетам. У нас отношения улучшаются. Правильно? Правильно. То есть на следующий ход, скорее всего, я смогу попробовать еще что-нибудь подипломатить. Пора уже, пора. Мхумли. Женку какую-нибудь. Несезонные условия. Скан за плохая зима. Что там такое? Загрязнение плюс 5. Ну, я так не играю. У меня два хода еще до. Два хода еще до технологии. Я не буду ставить здесь желоба просто потому, что, блин, я их могу поставить. Нет. Так я делать точно не буду. У меня вопрос, кто у нас тут. У нас тут руги. Безопасно ли мне отсюда вообще уплывать к этим ругам отмороженным? Они, блин, сильнее, чем я, на самом деле. Но я могу попробовать их сжечь на море просто-напросто. По-хорошему. Кто-либо на меня больше не нападет, а? Отдай бабу. Гнида. 3100. Ой, нет. Нет. Нет, нет, нет. Ну, хорошо, ладно. Давай я ему все деньги отдам, какие у меня есть. Все равно я буду сидеть сейчас. У меня 3500. Все, у меня больше просто тупо нет. Нет, он отказывается. Он отказывается. Но у меня есть очень, очень, блин, хороший шанс получить какую-нибудь овцу. У меня 36 всего влияния. Ммм. И здесь очень опасно оставлять просто так армию. Вот, очень опасно. Потому что любая дрянь, блин, англы, эти какие-нибудь дебилы просто прискочат. Я могу, кстати, знаете, что сделать? Я могу вот пограбить вот здесь вот так вот. Видите? Ой. Что, 100 монет только, что ли? Ну, что это такое? Посмотрим, как кто на это отреагирует, кстати говоря. Новое в окружении художнику Ингемара. Отлично. Серьезно. Ну-ка. Товарищ Ингемар получает художника. Прекрасненько. И два навыка. Оп. Это что? Рвение. Это что? Хитрость. А где у меня авторитет? А, дальше. Понял. Один ход у меня до технологии. Отлично. Налет Сепское море. А, я сам себя граблю. Молодец вообще, я красавчик. Кто-нибудь расстроился по этому поводу? Переход на лед. Гетты. Ухудшаются. Налеты блокады. Гетты. Да, 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 да. Ухудшается отношение. Короче, с геттами, походу, мне... Не дружить, к сожалению. Иду в хитрость. И давай тогда, Хумли, ищи свою любовь сам. Может, тебе повезет, кстати говоря. Черт его знает. Поехали дальше. Вот так вот империи дали мне. За что? Не знаю. Два губернатора, два флота, четыре армии. Клевета. Особенность в немилости у кого? У Данура. А кто его? Ингемар. Охренел, что ли? Влияние Данура снижается. Я бы не хотел. Достойная пара. Ну-ка. О! Ну, конечно, он не правит, но... Ладно. Женимся. Женимся. А может, детей их тебе бы заведет. Он молодой еще, а ей тоже 21 год. Нормально, она не овца какая-нибудь. Я... У меня и так был контроль высокий. У меня была крепкая власть, поэтому не очень хорошо было. Сейчас достойная. Нормально. Зато влияние я сохранил, а мне нужно кого-нибудь, может быть, усыновить. Да, и тут пришли вот эти вонючки, кстати говоря. Они, скорее всего, на меня нападут. Мне так кажется. Давай-ка, товарищ Хафон. Кузница. После кузницы у нас скандинавские топорники. Это стандартизация снаряжения. Сразу туда идем. Это вот все вот вообще для меня пока еще лишнее. Нападать я на него не буду. Было бы странно. Но он одним стеком, скорее всего, на меня тоже не полезет. Что же, он больной, что ли? Раз, два, три, четыре. Пять отрядов. Эти ребята. Не, он не полезет на меня одним стеком. Сейчас грабить, наверное, будет, сволочь. Ну, скорее всего. Ну, пускай. Кстати, я пикинеров смогу нанимать. Давай посмотрим, что ты будешь делать, вонючка. И бургунды мне войну объявляют. Это, кстати, вообще абсолютно нормальная ситуация, когда маленькая армия, когда даже стека полного нет. Что все вокруг объявляют войну. Абсолютно нормальная ситуация. Все считают тебя плохом. Противник начал осаду. Хафенс Канза. Ну, окей. Начал мне тут все ломать, сволочь такая. Если я его атакую, то у меня участвует весь флот. Гарнизон. Гарнизонный флот. Ну, и вся армия. У него есть наемники с анагром, всякие тут тра-та-та, куча всякого всего. В принципе, нормальная такая битва. И тут это король. Ну, и у меня король. Поехали. Так, ну, понятное дело, что я буду около своего подкрепления. Остановиться. Они, я надеюсь, сразу в атаку прям не пойдут. Смотрите, наши знамена пришло подкрепление. Да-да-да-да, наши знамена пришло подкрепление. И карабки сюда. Они там что-то двигаются, конечно. В общем, в расстановку, подстановку, это все дело я подрежу, конечно. Конечно же, я потрачу боеприпасы, чтобы эта дрянь баллиста не чпокнула мне какой-нибудь корабль. Мне это нафиг не надо, правильно? У меня очень точный искусственной интеллект, поэтому мне придется сейчас боевые пасеки-то потратить. Слава богу, вот и никаких проблем не будет сейчас. Сейчас они начнут стрельбу. Кстати, я иду-то не в атаку, наверное, потому что они чувствуют свое преимущество или типа того, я не знаю. Почему они так делают? Ты стрелять будешь? Да, стрелять. В общем, вы поняли. Так, тут немного такой, блин, хитрый контроль получается, потому что у меня сразу и море, и долбанная земля с долбанными камерами. С коньячками, с долбанными камерами, да ладно, секунду. Офигеть теперь, рандомные сверления вот эти вот. По крайней мере, я за собой увлек довольно приличную часть копейщиков. Кстати говоря, мои пятью ребятки тоже неплохо было бы, чтобы включили. Огненный снаряд. Так, где их коньячники? Ну там, может быть мне сейчас добежать только до этого. Да, магра. Он вообще ко мне спиной развернулся частично. Так, что здесь? Ну здесь он может, блин, скоро попасть под... Вот этот коньячник может попасть под моих. Может и не попасть, сейчас он обходит, скорее всего, да? Так, у меня лучники начинают стрелять по нему, да? Да. Я сожрал, по-моему, баллисту. Да, иди пока спрячься в лес. Да, ёп. А что ты будешь делать? Делать-то ничего. Где эти тварьи? Вон они. Ну как бы, блин... Да. Ну а что я сделаю? Уже поздно что-то делать. Получили, конечно, побалденье, немножечко и мои, и чужие. Ну да, мочканул я. Мне бы ужаться, на самом деле, блин. Я так думаю. Еще чуть больше. К этому. К побережью. Тут, видишь, текстурки не дают мне сильно сжаться. Так, начали мои лучнички работать, да? Да. Хорошо. Давай-ка, конечника. Немножко подвину тоже. Отлично. Здесь я достану, скорее всего. Жестко очень, вот эти вот у меня получают, блин. Отходите. Ну, сразу просел, как, а? Так, иди. Ты выпендривался на нашего короля? Пойдешь стеной встанешь здесь. Топорников отбираем. Топорников отбираем. Нам больше нечем стрелять. Заткнитесь нахрен, дебилы. Нечем не стрелять. Наши воины собрались с духом. Продолжаем бой. Уже я не успею встать в стенку, к сожалению. Давай сюда. Ударь. Швырни. И бежать. Ох уж одолеют, видите. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Так, здесь я в спину ударил, ударил ударом. Здесь накрываем, накрываем. Лучники стреляют, стреляют. Иди-ка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот, полководцы стреляют. Угненный... Это что? А, это... Кофе. битгай конечник должен всех убить по идее ой хони хони отходите так сараза очень жесткий застрел как собирается силами тихо 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 дашь вы стреляете сюда мочить так какая-то жесть происходит я пока еще целаяся полководца слава богу ничего не скажешь об их полководцах о них он и мы должны уходите не хочу просто кидать в бой полководца если честно совсем я наверно знаете что сделаю я наверно отойду под совсем по блядям под корабли я здесь гоняю за лучами чтобы не стреляй по мне чтобы не стреляй по мне так уже отходите так да блин не очень хорошо ну ка ну ка и тупите кого-нибудь здесь все нормально стреляют да ходим так тут товарищи ну наконец-то это действительно близко это действительно близко они там не живы вот так относительно конечно но насколько можно было такой стрелковой армии половина блин на море так и сыграл причем корабль в смысле король насколько я понимаю кто никуда не выходит у меня кстати вот эти вот ребята еще я их вообще не использовал хотя мог бы спустить их на землю я думаю сейчас уже с сушниками разберемся догнать главное всех 5 2 1 7 это фигня вот 25 13 отлично них нету никаких пилов ничего да чтобы помнишь вернуть не стреляя по своим конечники возвращайтесь мне нужно будет сейчас что же сделать и давай я уже высажу вот этих ребят все никто не стреляет не стреляет я сказал уроды блин вы еще троллите меня серьезно сказал что идите в жопу нет все равно они у меня какие-то совсем дохлые чаши чаши все да окей ну встретимся на глобаль тяжелая победа ну как бы блин у меня была куча стрелков которые морские поэтому то что у меня численность была больше вы видели авторасчет не совсем был в мою пользу так скажем я ни одного отряда не потерял конечно хотя потери приличные а у них блин один остался пикинер да свалил от меня сволочь вот вот все да это был мой ход хорошо здесь никаких потерь естественно но больше всего мне конечно раздражает вот это дело все сам починю потому что вот товарищи руги отвалить от меня нет ну ладненько я думаю что хватит пока на сегодня продолжим уже в следующий раз поэтому всем спасибо кто смотрел это был код это атила тоталвар легендарный уровень сложности в пол стека за даннов без поражений константинополь рим и к диссифон всем пока подписка все дела все 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 我覺得 это